В нашем современном обществе есть немало людей, которые на всех углах кричат, что скульптуры у нас совсем плохо. Когда же их спрашиваешь, а как изменить ситуацию? Люди эти обычно дают понять, что вопрос не к ним. Сегодня мы пригласили в студию наших современников совершенно иной категории. Тех, которые понимают, что помимо критики и причитаний, необходимо что-то делать самим. Например, вместо отдыха на курорте провести свой летний отпуск в трудах на благо нашей бедствующей культуры. У нас в гостях участники проекта по восстановлению деревянных храмов Русского Севера «Общее дело». Поговорим о том, с чего проект начинался и к чему он сегодня пришел. Вспомним самые трудные для восстановления храма и увидим, какими они стали теперь. Здравствуйте, Михаил. Здравствуй, Матвей. Я рад, что вы сегодня у нас в студии. Представители такого прекрасного проекта «Общее дело». И сразу вопрос. Вот вы принесли такой предмет, такой, на первый взгляд, очень красивый. А что это такое? Здравствуйте. Это черепица деревянная, элемент традиционной кровли, деревянного зодчества. Очень распространено на русском севере. Называется лемех и изготавливается из заготовок, из осины. Михаил, на память о кижах, да? То есть вам именно там подарили этот лемех? Вот данный конкретный предмет мне подарили оттуда, но мне его передали с другим участником проекта «Общее дело». Я учился в Плотинском центре на острове Кижи в 2019-2020 году в начале. В прошлом году туда ездил мой товарищ и участник проекта. И через него один из работников, ведущий специалист и любимцев Александр Юрьевич, вот передал, в том числе и мне подписал, вот этот лемешину. А как вы пересеклись с этим проектом? Насколько я помню, проект стартовал где-то в первые десятилетия 21 века. Совершенно верно. В 2006 году проект стартовал с того, что житель села Ворсгоры Онежского района, на берегу Белого моря находится деревня, очень живописное место. И 75-летний Александр Порфирич Слепинин начал перекрывать колокольню. Собственно, он давно ухаживал, так скажем, присматривал за храмовым комплексом в деревне. Отец Алексей, он подключился, решил помочь Александру Порфиричу. И вот так начался проект сначала силами одного человека. Он был человек, он начал делать. Люди увидели и осознали, что это дело нужно продолжить и максимально ему помогать. Сначала это просто чисто человеческое желание помочь человеку. И понятно, что это храм, священник. Естественно, у него первый порыв помочь, это понятно. Постепенно он стал подтягивать, привлекать своих прихожан. Потом другие люди стали об этом узнавать. Как-то вот так по друзьям все это немножко распозлось, расширялось. И постепенно в этом году порядка 650 человек участников выехало. В 2019-м предпандемийном было более 700. Сейчас у нас чуть-чуть снизилась активность, но на самом деле не так сильно, как могло бы быть. И получается, когда первый раз вы поехали? Я первый раз поехал в 2018 году. Я узнал в 2016 году о проекте. Мой товарищ работал на тот момент в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, где находится штаб общего дела. Я увидел фотографии, стало интересно. Какие-то пейзажи северной природы, работа топором. Для меня это все очень незнакомо, но очень красиво, привлекательно, интересно. Стал немножко интересоваться. В 2017 году я захотел поехать. Но в 2017 году у меня не сложилось по причине сложностей с работой связанных. Я решил, ну ладно, ничего страшного, отложу, поеду в следующем году. И вот в следующем году опять не получилось. Но я понял, что так всегда будет не получаться. И собрался силами, поехал. А сына взяли с собой? Первый раз, когда там находился, я понял, что это то место, куда бы мне хотелось его привезти. Мне бы хотелось, чтобы он это увидел. И в этом как-то поучаствовал и прочувствовал. Я понимал, что, зная его характер, что ему в целом это будет интересно. Мне бы хотелось, чтобы он здесь был. На следующий год я понимаю условия, и его туда взял. Матвей, а что тебе запомнилось о твоей первой поездке? Вот что ты запомнил. Что там был рыжий котик. Еще что мы на него надели тряпочку в виде плаща. А ты чем-нибудь папе помогал? Я не помню. Ну, как-то, да, вот просто по мелочи, понемногу, бытовые какие-то вопросы. Помыть посуду, там, например, за папой тарелку. Вот такими вещами, да, я стараюсь... Нет, у меня вопрос не праздный. Потому что мой друг, мой однокурсник, он театральный режиссер, он в прошлом году вместе с сыном участвовал в проекте «Общее дело». И он в восторге именно от того, что вот он тоже занимался таким серьезным мужским физическим трудом, а сын был рядом с ним и тоже вот помогал. Ну, то, что... Чем он может помочь, тем он и помогал. И он говорит, это такой очень мощный опыт проживания с сыном вот вместе в пространстве северной природы. Он говорит, я это запомнил на всю жизнь. Да, я, в общем-то, очень хорошо понимаю, о чем речь. Собственно, поэтому я и дальше продолжил его брать, потому что, действительно, я понял, что это то, что, может быть, сейчас вот и не хватает часто как-то вот в городской жизни, городской среде. А ты ездил всегда в одно место, Матвей, или в разное? Ну, мы ездили один раз в Подпорожье и два раза в Мондино. Мы ездили в Подпорожье, в Онежский район, тоже недалеко от Белого моря, Архангельской области. А второй раз вот у нас во второе место, куда вы ездили? Мондино – это, ну, относительно недалеко, это также Архангельская область. Это остров, образованный двумя рукавами реки Онега. Очень большой по площади остров, небольшое государство, наверное. Вот мы там находились, это деревня Мондино. Несколько деревень на этом острове есть, но они, в общем-то, по большому счету, все уже нежилые. Ну, может быть, только в летний сезон туда приезжают отдыхать. В первой экспедиции моей, которая в 2019-м была, ну, в общем, там был такой храм, и, ну, вот, по вере, он был больше, чем вот в Мондино. А он был более разрушенный или менее? Который в Мондино разрушенный был. И поэтому вам пришлось с папой несколько раз ездить, да? Угу. Чтобы его восстановить этот храм? Только не пришлось. Не пришлось? Ну, мне нравится. Что тебе не пришлось? Ну, это, ну, в хорошем смысле, что мне не пришлось. Пришлось это когда заставили, так Матвей воспринял, а тут он, да, добровольно поехал. Да, там очень классно. А красивая природа? Красивая. Там еще иван-чая много. Там был большой храм. Сильно разрушенный? Ну, почему? Средний. Ну, так, средний, да. А еще у меня там папа автомат выпилил. Ого, прямо из дерева, да? Из доски. Ну, а вот в этом году у меня папа дробовик выпилил, потому что у меня не было дробовика. Дробовика. А ты представлял себе хорошо, как выглядит дробовик, да? Угу. Ну, вот. Настоящий мужчина должен разбираться в оружии, вот, должен уметь восстанавливать храмы и разбираться в оружии. Да, Матвей, у тебя достаточно серьезная подготовка. Да. У Матвей, конечно же, согласился. Вопрос, Михаил, к вам. Вопрос, он достаточно такой выстраданный, потому что, начиная где-то с первого класса, с семи лет, я с родителями ходил в походы по Карелии на байдарках. И меня, ребенка, который практически тогда не имел никакого отношения к религии, ну, тоже завораживали, как и любого русского человека, память-то сидит, вот эти деревянные храмы. Но с этого же, вот, детского возраста я слышал вот эти страшные истории о том, как деревянные храмы горят. И вопрос, он звучит очень просто. Может быть, храмы-то деревянные, они обречены, но что бы мы ни делали, как бы мы ни обосстанавливали, они все равно сгорят. Или сейчас все-таки существуют какие-то технологии, которые позволяют вот эти деревянные храмы в той или иной степени, ну, как бы, уберечь от возможного пожара. В какой-то степени мы все обречены, да, мы все не вечные, и каменные храмы в том числе. Дерево, конечно, это тот материал, который горению подвержен, и, ну, как-то кардинальным образом этому препятствовать, в общем-то, возможности нет. Но есть возможность просто следить за этими зданиями, да, обкашивать вокруг траву, чтобы не было таких возгораний, да. Это, собственно, одна из первых, наверное, мер, когда приезжает команда на место. Ну, это просто, во-первых, и удобнее работать, когда вокруг обкашено, в том числе это и с точки зрения противопожарной безопасности необходимо. Классическая техника безопасности. Ну, собственно, основные моменты, да, влияющие на разрушение храма, это, собственно говоря, влага, влага, которая попадает внутрь. Потому что деревянное здание, собственно, оно стоит, в общем-то, оно может столетиями стоять спокойно, если оно надежно закрыто, да. Если кровли не протекает, вентиляция присутствует, все в порядке. То есть самое главное – это кровли. И насколько я понимаю, вот человек, который начал вот этот проект, вот житель этого карельского села, он и начал ремонтировать крышу храма. Он именно тоже спасал храм от проникновения влаги. Ну, в общем-то, конечно, ну, в первую очередь, естественно, надо посмотреть крышу, да, на момент протечек, потому что разрушения начинаются, как правило, именно отсюда. И начинают очень, так скажем, быстро развиваться, и вот когда пошла протечка, с этого момента достаточно быстро идет разрушение. Если это предотвратить, если перекрыть крышу, доступ перекрыть влаги, там, со стороны окон, да, окна закрыть, от птиц закрыть, которые тоже, к сожалению, в общем-то, неблагоприятно воздействуют, да, на храм. То есть это там, вот в некоторых храмах, например, в Подпорожье небеса – это элемент, в большом счете, элемент даже иконостаса. То есть это иконы на потолке, подвесные сегменты, да, за счет чего сохранились, кстати, вот эти небеса, да, за счет того, что очень долго птицы жили в храме, и помет на небесах сверху вот был такой толщины, что просто невозможно было добраться до системы, которая держала эти небеса. За счет этого, по сути, за счет помета, да, Голубинова, ну и не только, наверное, Голубинова, эти небеса сохранились от разрушения, которое обязательно бы произошло, туда бы обязательно добрались люди, ну, потому что там были местные жители, да, там был и клуб был какое-то время, и там что-то хранились, там какие-то там зернохранилища, наверное, еще что-то там все исписанное. Ну, в общем, да, там, естественно, люди хулиганили, там надписи какие-то оставляли, что-то ломали. Вот туда просто не залезли просто потому, что птицы. В данном случае птицы нам помогли. Если, да, говорить о каких-то ярких событиях, вот для меня я думал в этом году как раз по этому поводу. Самым ярким, собственно, произошло событие в этой экспедиции этого года на первой неделе. Событием этим стало богослужение в храме, который мы устанавливали. Храм был закрыт в 40-х годах прошлого века, и с тех пор, собственно, потихонечку там сначала какие-то другие функции выполнял, потом вершал просто. И в прошлом году мы туда приехали работать. До этого тоже бывали экспедиции консервационные, да, то есть это не реставрация, это просто вот остановить процесс разрушения. Вот в этом году опять уже, да, и в прошлом стало необходимо провести работы, мы туда приехали. До сих пор там не проводились службы. В прошлом году мы пытались организовать богослужение, не получилось по ряду причин. В этом году у нас все сложилось, и вот так получилось. Очень много было народу. У нас, в принципе, большая достаточная экспедиция, там почти 30 человек было за две недели, они сменялись. Плюс приехал священник послужить, с ним было тоже порядка 20 человек, молодежи от прихода, они пели песни, украсили наши вечера. Кульминационным моментом были вот как раз богослужения. Первый крестный ход вокруг храма за 80 лет первый. Так было солнце, Пасха, 50 человек идет вокруг храма. Я не знаю, когда вообще в последний раз там было 50 человек в этом селе, которые уже не жило его фактически. То есть там никто не живет? Постоянно там не живет никто. Там есть один дом, в котором большую часть года проживает человек. Собственно, и семья вот этого человека, Сергей Андреевич, Сидоров, за этим храмом присматривал достаточно долгие годы. Уже не одно тоже десятилетие. И от пожара его спасали, и крышу перекрывали. И вот, собственно, он такой, наверное, последний житель, который там с ранней весны до поздней осени находится. На зиму они все-таки уезжают в Онегу, тяжело уже, возрастной. По большому счету, да, вот их семья, собственно, и нам помогает на месте в каких-то бытовых организационных вопросах. И вот, собственно, да, он дождался и рад, что туда теперь действительно мы доезжаем и как-то более масштабно можем проводить эти работы. И вот результат этих работ – это как раз, да, литургия, которая, наконец-то, была отслужена в храме. То есть то, ради чего он, в принципе, создан и существует. В эту поездку нам удалось воссоздать несколько икон из этого храма. Так случайно, как это все у нас, в общем-то, и бывает чаще всего получилось, после прошлого сезона ко мне обратилась иконописец Надежда Кузнецова. Она работает, помогает тоже проекту «Общее дело». Она мне написала, да, такое сообщение отправила, что нашла случайно где-то изображение иконы, которая была именно в этом храме. Она узнала, что я был в этом храме, проводила работы, и вот не интересует ли вас, вот мы такое нашли, может быть, с этим что-то можно сделать. Я понятия не имею, что с этим делать, я от иконописи очень далек, но я вот как-то понял, что надо с этим что-то делать точно совершенно. И мы стали думать, стали выяснять. Мой товарищ тоже очень загорелся этой идеей, полез в интернет. Нашли мы в итоге список из порядка 50 икон по разным музеям. Это и Онега, и Архангельск, Соловки, то есть в Эрмитаже были какие-то иконы. И мы вот начали отправлять запросы от «Общего дела» с просьбой прислать нам изображение, для того, чтобы мы смогли изготовить, собственно, копии икон. Товарищ мой Сергей Владимирович, будучи плотником, тоже заинтересовался самим процессом изготовления, с Надеждой тоже связался, они как-то скопировались. И мы изготовили в итоге пять икон, пять образов. Они уже в храме. Три оригинальных, да, это именно то, что было написано специально для этого храма. И восстановили одну раму, подобрали туда другую икону Божьей Матери, и подобрали икону Северного письма Троицы, поскольку храм Троицкий, и нам хотелось, чтобы на богослужении была икона Троицы. Да, и эти иконы сейчас находятся в храме. Мы очень надеемся, что получится продолжить работу именно по иконостасу. Это, по большому счету, не имеет никакого отношения к нашему проекту, да, консервация храма. Это, конечно, другая уже задача, но просто так оно стало складываться. И мы уже, когда приехали на место, мало того, что Надежда попросилась тоже в нашу экспедицию, она сказала, что тоже хочет посмотреть все это на месте и подумать, что можно еще дальше сделать, чему я обрадовался. Так помимо этого с отцом Владимиром, который приехал служить литургию, приехал диакон, отец Дмитрий, который работает, я не помню, что-то порядка 20 или 30 лет в музее Рублева и является специалистом, вот как раз, да, проводит экскурсии по музею, нам провел экскурсии, и у него, соответственно, много знаний в этой области, он может помочь. Вот Надежда обрадовалась, уцепилась за отца Дмитрия, вот сейчас идет общение, что можно дальше как-то восстанавливать, ну, хотя бы там основную центральную часть иконостаса. Вот есть такое желание, и все это, вот как это часто бывает, как бы случайно. А вот были ли там люди, которые попали совершенно случайно, вот они оказались, а потом осознали, что да, это то дело, которым им просто необходимо заниматься. Ну, я бы сказал, что абсолютное большинство людей, которые едут на север, никак не связаны с тематикой, да, и деятельностью самого проекта. Очень мало плотников, в принципе, вообще, наверное, сейчас, не только в проекте, это проблема. Но, тем не менее, люди как-то, да, попадая, загораются. И есть несколько примеров, когда люди меняют, в том числе, свою жизнь. Например, да, координатор проекта Лидия, там, в какой-то момент, работая в банковской сфере, вот, поняла, что что-то надо менять, поменяла свою жизнь совсем, и она просто вот сейчас координатор в проекте, жизнь ее поменялась сильно. В 19-м году, вот как раз мы с Матвеем ездили в Подпорожье, в моей группе была девушка Александра, с дочкой она туда приехала. Она работает архитектором, и она вот первый раз была в этой экспедиции от общего дела. Настолько ее это поразило, что она, во-первых, приехав, сразу же собралась и поехала еще. Она поехала в Варзагор и дальше работать, она сказала, все, я не могу. И тут же она устроилась архитектором в общее дело. Не всегда сразу, получается, может быть, поехать как-то продолжить, хотя вот большая часть людей, которых я наблюдаю, с кем я ездил за эти годы, они так или иначе все-таки еще возвращаются все равно к этим поездкам, потому что что-то они людям, видимо, дают, и люди понимают, что они необходимы им для чего-то. Что-то они там получают. Михаил, вы только что рассказали уникальнейшую историю. Про бывшего банковского работника, который очень серьезно изменил свою жизнь и стал координатором вашего проекта. А кто вы по профессии? По профессии я руководитель отдела продаж в компании, оказывающей метрологические услуги предприятия. То есть метрологические всевозможные измерительные приборы. А какие сферы? Любое предприятие использует средства измерения, соответственно, там требуются наши услуги. Это и нефтеперерабатывающая, и газовая промышленность, и нефтехимическая, и химическое производство продуктов, любое производство. А тогда вопрос к вам, Михаил. А вы не хотите уйти из той сферы, в которой вы сейчас занимаетесь? Бог даст, как Бог даст, так и будет. Я не хочу загадывать, пока так. А когда вы узнали, что русское географическое общество собирается наградить ваш проект? Это просто уже была такая радостная новость. Ну, так скажем, тоже, наверное, из разряда случайностей в этом году с нами ездил в качестве участника Степан, который работает оператором, и он в том числе и с русским географическим обществом сотрудничает. И вот так как-то мы и от него что-то вообще... Я, наверное, по большому счету более или менее что-то услышал, да, о русском географическом обществе в основном от Степана. И как-то вот у нас сейчас так немножко... Он и там снимает, и тут снимает. Вот как раз на награждении так получилось, что Степан там как раз тоже работал. Такая вот приятная была встреча. Значительную, по крайней мере, вклад и роль играет как раз личная инициатива людей, которые как-то соприкасаются с этим, участвуют, либо наблюдают со стороны. Людей это цепляет, интересует, и как-то дальше это дает какой-то дополнительный импульс, толчок для развития. Михаил, в завершении нашей беседы я хочу задать такой вот вам вопрос. Вот я наводил справки и с удивлением увидел, что очень много людей едут в этот проект с семьями. Вообще вот что это дает? Зачем это делать? Ну вот тебе это понравилось нормально, езжай и занимайся этим. А зачем в относительно суровые условия брать с собой детей? Это же естественная реакция, если тебе понравилось, поделиться тем, что понравилось, с тем, кто тебе дорог, кого ты любишь. Это с одной стороны. С другой стороны, ну действительно, как уже замечали, достаточно бывает сложно иногда в городских условиях как-то лично и близко пообщаться, потому что все время какие-то дела, что что-то дергает, все время какая-то работа, еще какая-то суета постоянная. А тут ты находишься вдали от цивилизации, телефон там, как правило, не работает. Интернета нет никакого, слава богу. Ну, для тех, кому надо, можно забраться на колокольню, но то есть это уже какое-то приключение. И ты находишься на острове, без телевизора, без всего, без интернета. Собственно, там ты работаешь и общаешься. И так пообщаться, как там, в городе не получается. Это необходимо. И вот я рад такой возможности. Я ее для себя открыл, и теперь я ее использую для того, чтобы поближе как-то с сыном побыть, пообщаться. Не физически поближе, а именно как-то душевно пообщаться, его услышать, может быть, до него что-то попытаться донести, да и просто показать, и просто побыть рядом, может быть, посмотрев на Онегу, на закат. Мы тут этого не видим. Там это все очень сильно по-другому. И время по-другому идет. И как-то мыслительный процесс иначе выстраивается. Совершенно другой ритм. Другое восприятие жизни просто. И, конечно, оттуда приезжаешь. Так тяжеловато потом возвращаться в город необходимо. Ну и потом ждешь. И я понимаю сына, которые достаточно быстро начинают спрашивать, когда мы опять поедем? Когда уже собираться? Меня, в общем-то, тоже такие мысли часто посещают, когда мы уже поедем? Ну, мне кажется, из ваших слов, наши телезрители осознают, что этот проект можно назвать не только «Общее дело», а его можно назвать «Настоящее дело». И я думаю, что с каждым годом участников вашего проекта будет все больше и больше. Тем более, и уже русское географическое общество обратило на ваше внимание. И с помощью этого проекта десятки, может быть, и сотни деревянных памятников уникального русского деревянного зодчества будут спасены от погибели. Спасибо вам. Спасибо.